Ну что? Там. Затем бугром. Как же с*** холодно, а? Как зовут? Не знаю, Вячеслав. Ты что, пишешь, что ли? Да. Хороший мать. Дай помотюкаться. Здравствуйте, дорогие друзья. С вами я, Мороз Алексей, компания Кровмонтаж. Вы пишите в комментариях на нашем YouTube-канале, что давненько, Алексей, не было видео в нашем стиле Кровмонтаж. Что ж, представляю вам новое видео о работе в зимний период. За моей спиной находится дом. Кровля несложная, двускатная. Долгое время у заказчика не доходили руки до мансарды, и она была законсервирована. Но пришло время навести порядок в мансарде, утеплить ее, поставить туда отопление и использовать как полноценный этаж. Начало февраля. На дворе минус 18 градусов. Бывает идет снег. Как правило, кровельные работы – это сезонный вид работ. Но обстоятельства таковы, что нам нужно работать. Нам нельзя допустить разморозку отопительной системы, намокание от осадков и доставлять неудобства нашим заказчикам. Мы к этому готовы. Теперь я расскажу подробно о работах, которые нам предстоят. На этом объекте мы будем экономить средства заказчика. Будем демонтировать металлочерепицу, спускать ее вниз, производить утепление, выравнивание кровли и возвращать старую металлочерепицу обратно. Ребят, здесь тяжелые инфраструктурные условия для нас. На этом поселке очень узкие улочки. Даже наш состав, к которому мы приезжаем на машинах, нам негде прокануться. Помимо этого, на этом участке очень мало земли. Негде поставить нашу бытовку. Но мы вышли из этой ситуации, нашли нашим сотрудникам номер в гостинице, в шаговой доступности отсюда. Мы ее вам покажем. Ну что, начнем уже более подробное знакомство? Пойдем. Тут шпилька, то есть шпилька нужна и здесь. Здесь делаем, да. Обязательно. А куда он? Он на балках стоит или тоже? Да, давай посмотрим. Как обычно спросим. А это мы еще не сделали, это мы потом. От стены дома до забора буквально 3-4 метра, включая какие-то насаждения. Это здесь еще нет строительных лесов, а сюда мы их поставим. Здесь гибочный станок, мансардные окна Велюкс в количестве двух штук. А это утеплитель. Накрывать нужно обязательно, чтобы не замочить его. Просто сегодня минус 18, а вот было дня 3 назад 4 плюс 2. Вот чем мы будем производить подшивку карнизов кровли. Это будет бомбический вариант. Вам очень пригодится. Я сам себе так дом сделал. А здесь у нас находится брусочек в полном порядке. Сухой, не размороженный. Кровлю предстоит нам наращивать как раз бруском, приподнимать на 50 миллиметров толщину утепления. Демонтировали старую водосточную систему с сохранением. Мы ее будем восстанавливать после ремонта кровли обратно. Все доборные элементы, снегосдержание пойдут обратно в дело. Но после нашей реставрации она будет выглядеть лучше и работать как автомат Калашникова. Вот старая металлочерепица. Ребята аккуратно демонтировали ее с крыши, спускали вниз. Благо то, что саморезы находились внизу волны. Там где нужно металлочерепицу мы сохраним и вернем обратно. Кровля была заснежена снегом. Демонтировать, добраться в мастеру до самореза, открутить, это целая история. Но мы с этим справились. Хватит топтаться внизу. Теперь полезем наверх. Ты как, готов? А я Никита, у меня играет Zero. Слушай, Никита, ты делай как я. Так, кто там ругается? Я вижу чьи-то... Кто там выглядывает? Наш оператор боится высоты. А снимать нужно часто на крыше. Вон она, Москва. А вон ее задница. Капотня топит. На карнизе полно птичьих гнезд. Здесь дырок очень много. Птички, вы меня простите, конечно, но летите лучше к соседу. Посмотрите, там много тепла может уходить из крыши. Вам там будет уютнее. Как холодно, а? Я не понимаю, что Наполеон здесь сделал? Зачем он пришел сюда зимой? Что он хотел здесь поймать, я не пойму. Вот она, классическая мансардная кровля. Чердачная лестница, люк утепленный и закрывается снизу. Но наш заказчик планирует расширять проем, делать полноценную лестницу с выходом на мансарду. Здесь будут две комнаты жилые. Квадратные метры лишними не бывает. Вот посмотрите, какое пространство пропадало под холодным чердаком. А теперь здесь будет жилая мансарда. Но есть один нюанс. Мансарде нужно дать освещение, естественное освещение. На нашей мансарде всего лишь одно маленькое окошко во фронтоне. Этого мало. Изначально у нашего заказчика были планы сделать проем для окна во втором фронтоне. Но подумав, мы пришли к общему мнению. Лучше установить два мансардных окна в крыше. Мы монтируем пароизоляцию снизу. Делаем поддерживающую обрешетку. Обрешетку предварительно антисептируем. Потом перемещаемся наверх. Производим демонтаж металлочерепицы. Утеплять сверху всегда удобнее и качественнее, чем снизу. Обстоятельства бывают разные, что и утеплять иногда приходится изнутри помещения. Но это тяжело, надо работать в респираторах, сложнее проконтролировать. Трудоемкая задача. Сверху намного удобнее. Вот эти стыки, видите, они уже проклеены тщательно. Чтобы тепло оставалось полностью здесь, в помещении. Не было теплопотерь. Если будет теплопотери в холодное время года, то будет конденсат. Давайте посмотрим, как живут наши мастера Акрофмонтаж. Здесь, в Подмосковье, куда мы их заселили. 1300 рублей в сутки на четверых человек. Пойдемте. Да. Ну, еще немножко такой бардачок. Ребята только заехали. Ну вот, смотрите, мини-отельчик. Четверхкоишный номер со всеми удобствами. Конечно, номер не Рэдисон Плаза, но для наших мастеров годится. Все сделаю для того, чтобы наш работник хорошо отдыхал после работы. И потом, следующий день рабочий, он проведет продуктивное. А здесь ляпота. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Прием машины отделения. Капитан на мостике. Два тюка утеплителя наверх, пожалуйста. Срочно! Производим здесь утепление мансардного участка Кровли. В нашем случае здесь есть участок, скошенный 2 метра. Хочу обратить внимание, что произоляцию мы монтируем сверху. И очень важно ни в коем случае не обволакивать тропильные балки, чтобы в этих местах не было промерзания. Это мансардный участок. За ним уже жилое помещение второго этажа. Доступа изнутри нет, так как там уже сделана отделка. Весь ремонт мы производим отсюда. Поэтому пароизоляцию мы вставляем в каждую междуряде стропил, не обволакивая эту балку, а именно примыкая, заводя 30-50 мм с обязательной проклейкой. Обязательно пароизоляция должна быть герметична. После того, как мы сделали монтаж пароизоляции, производим укладку утеплителя. В данном случае утепление у нас будет 200 мм. всю кровлю мы наращиваем на 50 мм за счет брусков 50 на 50. Я хочу увеличить толщину слоя утепления. Было 150 мм, а будет 200 мм. А, ветер сильный, милтев. Да. Ляпота. А вон там, смотри, какая красота. Все там красиво. Подожди, я с птицами разговариваю. Окно установили. Но еще нужно поставить пароизоляционный фартук, чтобы теплый воздух не проникал в утеплитель. Потому что будет беда, будет капать. Это частая болезнь мансардных окон. С внешней стороны может быть все герметично, а есть такое выражение, мансардные окна плачут. Не выполнена пароизоляция откоса. Технические требования нужно соблюдать обязательно. Армированная пароизоляционная пленка, так называемый парабарьер. А стыки проклеены, небось? Стыки все проклеены. Точно, бро? Да. Зима у нас очень холодная. Ошибок не прощают. Перед монтажом металлочерепицы мастер обдувает мембрану. Строительный мусор, стружки, снег оставшийся, чтобы поверхность мембраны оставалась чистой. Кровля должна работать в долгую. Разве посмотрите, есть удовольствие в работе, когда такой вид. Все должно быть вот так. Здесь мы стараемся экономить по возможности. Возвращаем назад старую обрешетку, спасаем ее, обрабатываем древесину, выбиваем гвозди. Также металлочерепица идет старая сюда. Старый водосток. Мы поменяли карнизную планку, сделали расширенную, согнули на гибочном станке, чтобы лед или вода имели возможность перейти в обратную сторону. Видели, может быть, с другой стороны желоба висящие сосульки. Вода должна оставаться в желобе и направляться в трубы. Саморезы нужно монтировать в старые отверстия. Но очень важно. Саморезы меняются все на новые, потому что вот резиновая шайба, она уже осаживается после монтажа и теряет свою форму. Желательно устанавливать на шуруповерте отсекатель. Перекрутите саморез, то разрушится резиновая прокладка и туда потечет водичка. Довольно собираетесь ехать, а то обработать, да, так-то. На этом объекте мы производим подшивку карнизных свесов профнастилом восьмеркой. Вот такой, как забор. Посмотрите, уже подшиты карнизы кровли, как красиво получилось. Все комплектующие мы гнули на листогибе вручную. Покупали гладкий металл, исполняли здесь на месте. Этот метод позволяет значительно сэкономить на материале. Подробно об этом способе мы сделаем отдельное видео. Смотрите на нашем YouTube-канале. На этом все. Надеюсь, это видео было полезным для вас. С вами был я, Мороз Алексей, компания Кровмонтаж. До новых встреч!